Вы знаете, а я вдруг подумал, мы уже не в первый раз встречаемся и говорим о приходе Машиаха, о будущем времени, о будущем мире, и еще ни разу не задались одним очень важным и конкретным вопросом. А кто такой Машиах? Мы столько раз говорили, что он не чудесворец, не должны быть чудеса. Давайте, наконец, поговорим, что он да. Каковы критерии Машиаха? Так, чтобы мы могли взять чек-лист, взять кандидата, сравнить и, наконец, понять, это он или нет. Маймонид действительно дает нам такой чек-лист. И он говорит, что, в принципе, в формировании некой персоны, как Машиаха, есть две фазы. Первая – статус Машиаха. Статус – это означает, что пока не будет доказано обратное этого кандидата, мы считаем Машиаха. И свершившийся Машиах на языке Маймонида Машиах Вадай, то есть можно расслабиться, Машиах пришел. Итак, каков чек-лист этих двух уровней или этих двух фаз? Итак, Маймонид говорит, если появляется царь или современным языком, наверное, можно сказать, еврейский лидер. Из рода царя Давида, в других источниках подчеркивает и потомок царя Соломона, который учит Тору и исполняет заповеди так же, как его предок Давид. Здесь небольшая ремарка, мы все понимаем, что у нас нет слепка из изучения Тора и соблюдения заповедей царем Давидом. Мы, видимо, должны себе представить, что царь Давид был очень соблюдающий человек и очень приверженно изучал Тору, и данный кандидат должен это делать не хуже, который приведет весь еврейский народ к соблюдению Торы и заповедей и будет бороться, воевать войны Господни, переводя на современный язык, наверное, правильно это перевести, как бороться за правое дело, вряд ли имелось в виду именно обязательно какой-то военизированный конфликт, вооруженный конфликт. Война в широком смысле слова борьба за правое дело. Так вот, если у нас есть кандидат со всеми этими критериями, он имеет статус Машиаха. Пока не будет доказано обратное, как любой статус. А вот, говорит Маймонид, если он преуспел во всем вышеуказанном, да, борется за правое дело, привести еврейский народ к соблюдению Торы и заповедей, построил храм и собрал еврейский народ в стране Израиля, вуаля, это Машиах. Машиах пришел, и мы можем, наконец, расслабиться и записывать ролики на какие-нибудь другие темы. Ожидаем кандидата. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Фейсбук, Ютьюб и не только.